Здравствуйте! Внимание сотрудников ГИБДД сегодня приковано к железнодорожным переездам. Почему, узнаем прямо сейчас. Сотрудники ГИБДД в рамках последнего надзора осуществляют контроль за состоянием железнодорожных переездов. И вот в настоящий момент проводится мероприятие, посвященное всероссийскому дню железнодорожного переезда. Водителям транспортных средств в очередной раз напоминается о безопасных правилах проезда железнодорожных переезда, более внимательного отношения к окружающим гражданам, водителям других транспортных средств. Кроме того, напоминаем, что за проезд железнодорожного переезда, а именно нарушение правил проезда, обогона на железнодорожном переезде, предусмотрена административная ответственность от 1000 рублей штрафа до лишения права управления. Поэтому в очередной раз напоминаю водителям о необходимости соблюдения правил проезда железной переезда. Конечно, хотелось бы отметить то, что в данном случае является самым страшным не административное наказание в виде штрафа или лишения, а возможное, вероятно, столкновение с близкоидущим поездом либо составом. Поэтому я думаю, что водитель должен ставить приоритет именно вот этот момент. Как неправильно переходить пешеходный переход, расскажут инспекторы ГИБДД и дети в рубрике «Безопасные каникулы». Здравствуй! А ты знаешь, как переходить дорогу? Ну да, вот, перешла по пешеходному переходу. А ты знаешь, как правильно переходить дорогу? По зебре. Ну как? Подошла к зебре и пошла. К сожалению, так и поступают многие дети. Подходят к пешеходному переходу, не убеждаются в безопасности его перехода и переходят в проезжую часть, что приводит к аварийным ситуациям. Давайте сегодня покажем и расскажем, как правильно переходить дорогу по зебре не только детям, но и взрослым участникам дорожного движения. Когда мы подходим к пешеходному переходу, должны обязательно остановиться и посмотреть по сторонам, не едет ли там машина. Если видим автомобиль, то должны спокойно стоять и ждать, пока он остановится, и только после этого начинать переходить дорогу по зебре. Тогда ходим до середины проезжей части и смотрим, нет ли с другой стороны машины, и ждем, пока автомобиль остановится. Только после этого переходим дальше. Даже когда машина остановилась, необходимо смотреть в оба. Другой водитель, который двигается в соседнем ряду, может не заметить пешехода и продолжать ехать дальше. Поэтому нужно убедиться, что все машины уступают дорогу пешеходам. Все, теперь я все поняла. Я когда буду подходить к дороге, я буду смотреть во все стороны, ждать, пока автомобиль остановится и никогда не буду отвлекаться. Молодец, Катя, ты все правильно запомнила. И так должны поступать все пешеходы. И добавлю для водителей, чтобы они также соблюдали требования правил дорожного движения. Подъезжая к пешеходному переходу, снижали скорость или полностью останавливаясь, для того, чтобы пропустить пешеходов через пешеходный переход. А сейчас вместе с инструктором автошколы отправляемся на один из перекрестков города. Партнер проекта – автошкола «Автоонлайн» в Череповце. Мы сейчас находимся на интересном перекрестке, перекрестке Чкалово-Парково-Устюженское. Дело в том, что почему он интересный, он немножко своеобразный, такой кривой, будем так считать. Не совсем похож на стандартный. Его очень многие просто не понимают, где тут поворот налево, где поворот направо и где нужно ехать прямо. Надо понять, что на парке у нас три полосы, три полосы движения. То есть правая полоса у нас она поворачивает направо, левая – налево, средняя – прямо. Также на данном перекрестке, то есть и с правой полосы, тоже можно ехать прямо. Но прямо куда? То есть мы прямо едем на Чкалово, а направо поворачиваем на Устюженскую. Ну здесь самое интересное как раз вот идет поворот такой, и очень многие просто сразу показывают правый поворот. Получается, что машина вроде бы должна ехать на Устюженскую, но людям нужно ехать прямо, то есть на Чкалово. И вот здесь тоже вот замешательство некоторое получается. То есть если ехать на Чкалово, то есть поворотик показывать не надо. Поворот правый показывается только, когда машинка едет на Устюженскую. Больше всего сложности, когда наоборот с Чкалово едут на Парково. То есть там идет одна полоса всего, и люди тоже путают, как же ехать прямо. И начинают издалека уже включать левый поворотик. И опять же все стоят и смотрят, куда эта машина поедет. Пока она не проедет, все стоят. Не двигаются ни сюда, ни направо, потому что если показывают левый поворот, она должна повернуть на Устюженскую. На самом деле машина едет прямо. Прямо это вот с Чкалово на Парково. Это движение в прямом направлении. Хотя на самом деле так посмотришь, вроде кажется и налево. Если мы едем прямо, то есть с Чкалово на Парково, то есть мы первоначально едем просто прямо, мы никуда не поворачиваем, то есть никакого сигнала поворота не показываем. То есть мы выезжаем вот сюда на мыс, это разделительные полосы на уголочек. Все. И после этого только включается левый поворот, что машина уходит в сторону налево. То есть мы при левом повороте начинаем занимать любую из этих удобных нам полос. Там стоит знак, только прямо и направо. То есть не левый поворот и тем более разворот, то есть Устюженская здесь запрещен. Поэтому есть несколько способов. Это можно поехать на Чкалово развернуться и выехать на Парково. Можно этот перекресток проехать прямо. И дальше либо на следующем перекрестке развернуться, либо вот в разрыве разделительной полосы. Там есть нормальный стандартный разрыв, где можно разворачиваться, развернуться там. Выходим. При развороте, естественно, занимаем любую полосу. Если нужно вернуться обратно на Устюженскую, занимаем среднюю полосу. Со средней полосы мы спокойненько едем прямо на Устюженскую. С этой средней полосы можно также с правым поворотом выехать на Парковую, но только мы попадаем в среднюю полосу. Но также можно выехать в правую полосу. И попадаем спокойненько с правым поворотом на Парковую. Вопросы в нашу программу можете задавать по телефону 578-555. Смотрите нас на сайте 35media.ru. На этом все. Увидимся в пятницу. Субтитры создавал DimaTorzok